Бывший военный, охотник со стажем Николай Могилёв сегодня приехал в оружейный магазин, чтобы купить патроны. Оружие у него уже давно. Раньше, говорит Николай, получить лицензию, а значит и купить его было гораздо проще. Сейчас правила изменились, но учитывая современные нравы, это даже хорошо. Сначала сдаёшь из пистолета, а потом ещё из карабина. Я вот как бывший сотрудник, и то сдал со второго раза. Почему? Потому что правила были одни, а теперь они меняются, как бы жёстче становятся. Само собой лучше, чтобы не попадало оружие в такие руки, которые не задумываясь могут применить. Конечно, надо ужесточать. Я так считаю, надо ужесточать. Купить хорошее оружие или пистолет сейчас не только сложно, но и дорого. И если заядлые охотники в оружейных магазинах частые гости, то оружие для самообороны на полках всё больше пылится. В последнее время реже. Пик волны, который был годы 3-4 назад, он как-то окончился. На оружие самообороны страсти улеглись. В основном охотничье оружие у нас берут в 5 раз чаще. Хотя спрос на оружие в области продолжает расти, разрешение на него получают только каждый десятый желающий. Этот парадокс специалисты связывают с ужесточением процедуры тестирования. Сейчас экзамен на право обладания оружием нужно проходить каждые 5 лет. С самообороны с оружием, по мнению специалистов, вопрос непростой. Прежде чем сделать выбор в пользу травматического или газового пистолета, нужно хорошо подумать. Практически в любом тире можно сдать экзамен, без которого не получить лицензию. Но профессиональные стрелки говорят, умение точно бить по мишеням далеко не самое главное. Курс занятий по безопасному обращению с оружием, к сожалению, довольно-таки мало ничтожен. Это в районе 4 часов, в которые в это же время входит квалификационный экзамен. А обращение с оружием, конечно, наши граждане оставляют желать лучшего. Однозначного ответа на вопрос, нужно ли упрощать процедуру продажи оружия, нет. По словам психиатров, уровень агрессии у россиян сейчас настолько высок, что даже конфликт на дороге может закончиться трагедией. В то же время во всех странах, где реализация огнестрельного оружия была разрешена, уровень преступности снизился в несколько раз. Мария Ворнова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин